В РЗ Агро горох возделывается в Ставропольском и Южном Костерах. В Донском именно здесь занимает в структуре селооборота 13%, это около 4000 гектар. Значит, по технологии, по почвообработке, с самого начала начну, по почвообработке стараемся придерживаться классической технологии отвальной. Также, что у нас есть и минимальная, и прямые посевы в небольших площадях. Горох единственная культура, в которую мы семена не защищаем химически. Ни один из опытов не показал у нас эффективности и по увеличению урожайности тоже мы результатов не увидели. Дальше пройдем, у нас есть делянки с нормами высева. В производстве мы высеваем от 1,3 до 1,7 миллиона, хотя рекомендуют все высевать 1,1,3 миллиона. Высеваем мы, загущаем специально для того, чтобы быстрее почва затенялась и культура составляла конкуренцию сорнякам. По защите от сорняков работаем с сотым имазотопиром в дозировке 0,5 литра на гектар. В фазу растений от 3 до 7 листьев. По обработке гербицидом горох обработан, здесь вот 6 делянок, обработан препаратом бандур до всходов. То есть посеяли, по влажной почве обработали бандуром в 4 литра на гектар. И весь комплекс сорняков, который у нас здесь представлен, это гречишка вьюнковая, это марь белая, это амброзия была, тут местами проходила. И злаковые сорняки тоже, он полностью накрывает весь спектр. Здесь представлены делянки с разбивкой массы 1000. Первые две делянки масса 1236 грамм. Это подработанный ворох, подработали, посеяли. Дальше у нас с этого же вороха мы подработали и откалибровали по массе 1265 грамм. И следующие две делянки масса 1220 грамм. Для чего мы это делаем? Делаем в первую очередь для качественного посева. Более равномерная расстановка семян в ряду, как на пассивных комплексах, так же и на СЗШках, на обычных для высевающего аппарата. И с этой стороны у нас представлены делянки с разными сроками сева. 17, 27 марта и 5 апреля. Сроком сева в производстве стараемся посеять первую, вторую декаду марта. В этом году нам удалось посеять до начала марта. На делянках вот эти опыты с сроками сева мы проводим уже не первый год. В первую очередь срок сева влияет, первое, на урожайность, а во вторую уже также влияет на работу по борьбе с засорением. Основная проблема гороха это борьба с вдольными сорняками. И для того, чтобы успешно с ней бороться, первая задача это качественно подготовить поле, при этом совместив ранний посев. И также применение гербицидов либо почвенно, либо по вегетации. В этом году мы после осмотра делянок с 20 схемами защиты, мы приняли для себя решение, что будем внедрять в производство схему почвенного применения и мази топира в дозе 750 грамм на гектар. И также будем смотреть потенциальную фитотоксичность этой схемы на последующую пшеницу-азимую в посеве. На сегодняшний день после осмотра делянок этот вариант оказался наиболее чистым. И также надо понимать качество препаратов, которые используются в производстве. Есть различия между имази топиром и имази топиром. Я технический специалист компании Германский семенной альянс по зерновым, зернобобовым культурам. Мы селекционная компания, своя селекция в России, своя селекционная станция. Здесь у наших дистрибьюторов Эрзеагра представлены все сорта гороха, которые на данный момент есть у нас на рынке. Оркестра. Это совершенно новый сорт гороха в нашей линейке, совершенно новая селекция. Этот сорт гороха уже устойчив к красе первой Аскохитоза. В отличие от всех остальных, которые еще, ну скажем так, селекция прошлого века, оркестр это совершенно новая селекция. Максимальную урожайность на оркестре мы получили в производстве 65 центеров, при массе 1315 грамм. Но это Кемерово. Этот сорт нуждается все-таки в достаточном количестве влаги. Для того, чтобы получить 4,5-5 тонн с гектара, нужно не меньше 450 миллиметров за вегетацию. Интенсивный сорт. Отличие именно по зерну. Очень равномерное зерно. Он очень мало формирует мелкого зерна. Астената это скрещенный астронавт с саламанкой. То есть это потенциал астронавта у этого сорта есть, достаточно высокий. Но в то же время он более устойчив к засухе. Ну не на уровне саламанки, конечно. Но все-таки он более устойчив к засухе, чем астронавт. Сорт неплохой, но, к сожалению, к агрономическому все-таки не удалось добиться крепости такой, как у саламанки у него. У него такая же чувствительность к уборке, как у астронавта. Ну все научились с астронавтом работать. Просто сухим его не убирать. И эта проблема, она уходит. Следующий сорт. Саламанка. Ну достаточно такой не старый, взрослый сорт. На данный момент сорт будет занимать место всем известного сорта Клеопатра, который у РЗ Агра также есть. И будет продолжать еще несколько лет его реализовывать. Но, к сожалению, селекционер, так как Клеопатра очень старый сорт, он самый засухоустойчивый вообще. Но селекционер из-за старости прекратил воспроизводство этого сорта. Вместо этого сорта будет саламанка. Сорт более урожайный. Из отличий, ну одно для переработчиков, скажем так, это не очень хорошее. Плюс саламанка очень крепкая. Но для хозяйства это очень хорошо. Его очень трудно повредить и расколоть. Его можно убирать даже, ну немного пересушен, но он все равно остается семена всхожие. Ну, Мадонна все знают. Старый-старый сорт. Всем известный сорт, ну как сказать, такой посеял-забыл, все равно 15-20 центов на нем получишь. Но 40 на нем получить крайне проблематично, даже при очень высокой технологии. Это сорт для очень эксклюзивного земледелия. Так, ну, палочка-выручалочка такая. Посеяли, всегда что-то получите. Продолжение следует...